Основная и первоначальная речь Также на мероприятии подробно рассказали о военных экспедициях и возможности увековечивания памяти погибших Немало важно было непосредственное присутствие руководителя поискового отряда «Снежный десант» Казанского федерального университета Айрата Фатыхова Сейчас это основное направление для нас, это поисковые экспедиции Мы выезжаем два раза в год, в апреле и в сентябре Чаще всего это Ленинградская область, места боев 54-й армии Непосредственно на местах боев мы ищем останки погибших солдат, которых не захоронили Которые до сих пор дома считаются пропавшими без вести И чтобы установить эту справедливость, мы занимаемся таким делом У нас порядка 12 случаев, когда удавалось установить личность военнослужащих У них при себе находился смертный медальон Абсолютно каждый неравнодушный гражданин помнит и чтит эту светлую дату Казанский федеральный университет в свою очередь делает для студентов все возможное для сохранения памяти всех военных аспектов Доцент, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Казанского университета Виктор Туманин Подытожил все вышесказанное предыдущими ораторами и детально рассказал о том, как университет действует в рамках военно-патриотической тематики В Казанском федеральном университете всегда традиционно очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию наших студентов, нашей молодежи И в целом сохранению памяти о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа, который был совершен в эти годы В стенах Казанского университета еще с советского периода действует поисковый отряд «Снежный десант», который занимается увековечением и сохранением памяти героев, которые пали на фронтах Великой Отечественной войны В Казанском университете существует целый ряд научных студенческих кружков, которые занимаются изучением роли Казанского университета, студентов, преподавателей Казанского университета, их судьбы на фронтах Великой Отечественной войны Неумолимо быстро летит время с тех страшных кровопролитных боев С каждым годом количество воевавших мужчин и женщин значительно сокращается Но память и благодарность за мирное чистое небо над головой растет с бешеной прогрессией Наше мирное настоящее будущее – заслуга тяжелых, долгих и болезненных лет войны во имя потомков Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз